Всем привет! В этом видеоролике я вам дам советы и рекомендации при управлении автомобилем в сильные морозы. Поехали! Так, на улице морозы трещат и сейчас очень много вопросов по данной тематике. Мы будем говорить про морозы минус 20, минус 25, минус 30, ну и так далее. Я конечно понимаю, для северян это ни о чем. Это стандартные морозы, это какая-то обыденность, да? И сейчас скажут, о, вот ты новую это открыл Америку. Но тем не менее, для центральных регионов и для южных тем более, минус 25, минус 30, 34 это морозы такие приличные. Друзья, в самом начале хотелось бы сказать влияние таких морозов на автомобиль в целом. Влияние, конечно же, пагубное. Если конкретно эксплуатировать автомобиль по полной, сильные морозы там за тридцатку, то его износ будет в разы больше, чем в плюсовой температуру или в небольшие морозы. Почему так получается? Ну, в автомобиле много жидкостей. То же масло. В двигателе, в коробке переключения передач становится густое, как сметана. И запустить двигатель очень большая нагрузка на аккумулятор, поэтому, соответственно, у всех проблемы с аккумулятором. Они не тянут, они садятся. Потому как провернуть механизм внутри двигателя загустевшее масло очень и очень сложно. Какие же трудности ожидают водителя при эксплуатации автомобиля в сильные морозы? Как я уже сказал, это двигатель. Затрудняется запуск двигателя или он вообще невозможен при высоких морозах, если коробка автомат либо двигатель дизельный. В общем, в любом случае, двигатель не всегда заводится чуть минус 20. Многие машины все, уже не заводятся. За счет густого масла в коробке очень сложное переключение передач, особенно первые минуты эксплуатации автомобиля. Водитель ждет замерзание чего только можно, то дверь не открывается, то примерзли колодки к тормозным механизмам, то примерзли чок и мы не можем открыть и заправить автомобиль. Салон автомобиля не успевает прогреться, чуть более-менее стало тепло, поехали по трассе 80-90 км в час, в автомобиле дует со всех щелей, водителю некомфортно, водителю холодно, иногда даже плед приходится накрывать на ноги в движении. Поэтому, друзья, эксплуатировать автомобиль в реально сильные морозы это еще не очень такая приятная история. Поэтому, друзья, первый совет. По возможности, по возможности откажитесь от управления автомобилем в реально сильные морозы. Это, как правило, временный циклон. Неделька, полторы, может быть, четыре дня. Можно воспользоваться такси, можно воспользоваться общественным транспортом, метро или посидеть дома на удаленке, по возможности. Но, тем не менее, есть возможность откажитесь, особенно если это ваша первая зима, особенно если вы реально начинающий водитель и вы ничего не понимаете в автомобиле. Но если же, друзья, такой возможности у вас нет, у вас есть необходимость эксплуатации, вот ваша жизнь завязана настолько с машиной, что ну никак вам приходится куда-то на ней двигаться. Тогда слушайте советы. Прогрев автомобиля. Конечно же, он должен быть больше, чем в нулевые температуры или в небольшой минус. Минут семь-десять на холостых, потом догревайте в движении. В чем он заключается? Прогрев движения заключается, что вы первые минут пять-десять при управлении не даете высоких оборотов, едете там на вторую, на третью потихонечку, просто догреваете автомобиль уже в движении. Друзья, запас времени обязательно его увеличивайте, потому что вы греть автомобиль будете больше, средняя скорость потока в сильный мороза тоже, как правило, уменьшается. Ну и еще могут быть проблемы с запуском двигателя. Возможно, вам придется прикуривать автомобиль, возможно, вам придется с толкача его заводить, ну и так далее. Поэтому, чтобы не торопиться куда-то, когда вы все-таки заведете автомобиль, не лететь сломя голову, что я сейчас опоздаю на работу, запас времени всегда должен быть. Очень важна манера вождения. Во-первых, вспоминаем три главных особенностей при управлении зимой, потому что все-таки в такие морозы намерзает все, что можно. Вкратце их напомню. Увеличена дистанция до впереди едущего автомобиля, меньшая скорость, чем обычно на данном участке и полная плавность хода. Все делайте потихонечку. Здесь еще какой важный момент. В стойке вся подвеска она тоже замерзает. Там резинки, в стойках тоже какое-то масло. Так вот, они плохо работают. Чтобы вам не поредить те же амортизаторы, по ямкам потихонечку, искусственные неровности потихонечку. Еще раз говорю, подвеска дубовая. Поэтому плавно, медленно пожалейте свой автомобиль. Про комплектацию автомобиля и что у вас должно быть в кармане. У вас в кармане, когда вы подходите к автомобилю, всегда должен быть размораживатель замков на всякий случай. Вдруг аккумулятор сел, сигнализация не работает. Ключ-замок вставляете, все замерзло. Хотя бы размораживателем. И то это не всегда помогает или помогает не сразу. Вы можете несколько раз побрызгать, подождать, но тем не менее. Что должно быть в самой машине зимой, особенно в сильные морозы. Это силиконовая смазка, жидкость ВД, прикуривательные провода, буксировочный трос, антилед, баллончик тоже будет не лишний. Запас не замерзайки. Чем больше минус, тем лучше. Минус 30 как минимум. А еще обязательно добавляйте туда, особенно для северян, когда морозы у вас там 40, добавляйте туда концентрат. Он бывает и минус 70, бывает и минус 50 и так далее. Еще один очень важный совет. Не пользуйтесь стеклоочистителями, не брызгайте стеклоомывателем на лобовое стекло, когда салон не прогрет и вы едете по трассе. То есть вы сели в автомобиль, вы куда-то торопитесь, стекло у вас грязноватое, вы толком его не прогрели, начинаете ехать сотку и тут пытаетесь брызгать на стекло. Друзья, у вас сразу же все стекло покроется пленкой, вы себе полностью уберете обзор, вы ничего видеть не будете. Даже если у вас там будет минус 30, минус 40 незамерзайка, даже если она не замерзнет, у вас все равно в ней же вода присутствует, она пленочкой покроется. Поэтому чистим стекло, пока прогреваем автомобиль, обеспечиваем себе хороший обзор там. А если и пользуемся незамерзайкой, то когда салон полностью у вас прогрет, вы там ползете где-то в пробке. Да, там еще можно, потому что мало ли пленка появится, вы аварийку включили, двигаетесь медленно, ручник, парковку, вышли скребком, поработали, сели, поехали дальше. По поводу топлива, его уровня. Я в принципе советую, чтобы в вашем автомобиле как минимум полбака всегда было. Особенно если вы периодически за город выезжаете. Так вот сильные морозы, вот это правило должно быть такое железное. Полбака минимум. Мало ли какая-то поломка. Чтобы вам не замерзнуть, вы хотя бы можете всегда согреться печкой, пока ждете какой-то помощи. Мало ли что случилось, вы где-то за городом встали. Если кончится топливо, двигатель не работает, соответственно теплу, теплу взяться в машине будет неоткуда. И по поводу комплектации, какие вещи нужно доложить в машину, в багажник или в сам автомобиль на заднее сиденье, это как бы не важно, главное их наличие. Если вы выезжаете за город в такие сильные морозы. Друзья, теплые вещи, плед обязательно, средства для розжига огня. То же самое, мало ли какая-то поломка, всякое бывает. Запас воды, какой-нибудь сухпай, продукты которые не портятся и не замерзают, орехи, шоколад там ну и так далее. Мало ли чего, чтобы вдруг вот вы помощи ждете, чтобы вы имели возможность согреться и чем-то себя накормить. По поводу автомойки. Я не советую мыть автомобиль сильный, в реально сильные морозы. В идеале автомобиль нужно мыть до этих морозов, чтобы на морозе уже ездить на чистеньком автомобиле, потому что пачкаться-то ему будет нечего. Да, если только реагенты, бывает такой белый налет. Почему не надо мыть? Потому что все равно вода это такая скотина, которая где-то остается и что-нибудь да замерзнет, что-нибудь может полопаться. Если уж вы прям совсем хотите, то тогда в теплый бокс, загоняйте машину в теплый бокс, ждете минут 10-15-20, пусть она там сначала подсогреется, только потом начинаете мыть, потом хорошенечко хорошенечко сушить, силиконовым все смазывать, ВД-шкой и чтобы она еще у вас там постояла сколько-то, чтобы она хорошо у вас высохла. Но лучше, друзья, не рискуйте. Сильный мороз автомобиль не моет. Если двигатель в вашем автомобиле периодически капризничает, то есть иногда либо сложно заводится, либо не заводится, а вам, например, утром кровь из носа, куда-то надо выезжать, я советую вечером перед сном в часов 10-11 пойти прогреть машину. Потому что чем больше автомобиль стоит на таком холоде, на морозе, тем больше там внутри его все замерзает. У некоторых в сильные морозы, если там минус 35, больше 6 часов стоит, машина все, она не заводится. Поэтому некоторые люди, да, чуть ли не будильники ставят, выходят, греют машину. Многие будут спрашивать про утепление автомобиля, как утеплить автомобиль. Друзья, ну по-хорошему утеплить автомобиль нужно до морозов, это нужно готовиться перед зимой. Вы же не будете на скорую руку снимать обшивку, обклеивать там какими-то материалами, утеплениями, шумоизоляциями, конечно, вы этого делать не будете. Но вы можете купить автоодеяло, двигатель, чтобы у вас там как бы грелся, да. Ну это лучше, чем ничего. Также вы можете закрыть решетку радиатора, чтобы в движении вот этот ледяной воздухом на радиатор не попадал. То есть чем больше вы, скажем, заблокируете доступ прямого воздуха в моторный отсек, тем лучше. Некоторые даже, когда останавливаются, берут лопатку и подкидывают под машину, чтобы воздух под машиной не проходил. Закрывают тряпками арку колес, чтобы внутрь воздух туда не попадал. Накрывают машину одеялами. Это тоже как вариант, друзья, ну будете ли вы заморачиваться этим? Еще такой совет, так как вот эти морозы в центральных и южных регионах, опять-таки я говорю, да, они не постоянные, идет какой-то полярный циклон. Вы можете вот на это время, на эту неделю снять какое-нибудь место в подземном либо надземном теплом паркинге. Тоже как вариант. Некоторые вообще на зиму туда ставят машину. Еще по поводу утепления. Можно утеплить сам аккумулятор. Такие продаются кейсы, термокейсы. Стоят они в районе полторы тысячи. Если честно, я не пользовался. Стоит он того или нет, ну, наверное, лучше, чем ничего. На заднем сидении обязательно плед. Мало ли, действительно, в движении едет сквозняки какие-то. Вы хотя бы ноги там накрыли, сами накрылись. Если ваш автомобиль не оборудован обогревами сидений, вы можете купить временные такие накидки, которые через прикуриватель подогреваются. Друзья, без фанатизма это не очень хорошо для здоровья, но тем не менее, когда вы примерзаете к сидению, это тоже не очень хорошо для здоровья. Периодически можете его включать и греться. Также в морозы, а в идеале перед морозами, я бы советовал обработать автомобиль. Все элементы, которые открываются, петли замков, ручки, пробрызгать все ВД-шкой, силиконовой смазкой, чтобы это все хорошо работало, чтобы это ничего не повредилось. И отдельно хотелось бы сказать про стеклоподъемники. Иногда это тоже все механизм примерзает, он внутри может быть грязный, если старая машина. И очень много мусора вот в этих проемах, где стекло поднимается. Поэтому в идеале перед морозами это нужно делать. То же самое почистить и обработать это силиконовой смазкой, чтобы стекло скользило. А вообще старайтесь минимум этим пользоваться. В сильные морозы лучше вообще старайтесь окна не открывать. Потому что бывает человек открыл, а закрыть не получается. И как двигаться на улице минус 30. По поводу парковки. Старайтесь парковаться задним ходом, либо таким образом, чтобы вы обеспечили доступ к переду автомобиля. Вдруг сядет аккумулятор, у вас что-то сломается, вам нужно будет ввести аккумулятор в автосервис, чтобы кто-то взял на трос ваш автомобиль и повез. Или чтобы кто-то подъехал тоже передним ходом и прикурил ваш аккумулятор от своего автомобиля. То есть доступ должен быть. Передом куда-то в тупик не втыкайтесь, такие морозы. Ну и наверное должен сказать про давление в шинах. При снижении температуры давление воздуха в шинах тоже падает. Либо сами можете проверить манометром, либо заехать на шиномонтаж, попросить вам сделают давление то, которое нужно. Кстати, можно его посмотреть на дверной раме. Либо книжки руководства по эксплуатации, либо интернет, ну и так далее. Ну что ж, друзья, вот такие основные советы я вам дал от себя. Вот так вот на скорую руку, пока такие морозы, потому что вы меня постоянно спрашиваете в комментариях про это. Надеюсь, ни про что важно я не забыл. Я знаю, что многие опытные водители смотрят данные видеоролики. Друзья, прошу вас тоже дополнить, дать какие-то свои советы, рекомендации. В общем, пишите это все в комментариях. Почитаем, обсуждаем, пообщаемся там. Друзья, ну а вы не забывайте подписываться на канал. Будет много другой полезной информации. Поддержите лайком данный видеоролик. Ну а я, как всегда, всем желаю не мерзнуть и удачи на дороге. Всем пока-пока.